Приветствую вас! Судя по тому, что вы описываете, речь идёт о навязчивости, о навязчивых мыслях, которые не дают вам, в данном случае, покоя, которые мешают вам и навязчивых мыслях, собственно, приводят к тому, что вы постоянно думаете о молодом человеке. Что нужно сделать? Что необходимо сделать? Необходимо вам увидеть, для себя увидеть, что причина такого состояния, причина такого происшествия, события с вами в том, что вы хотите. А причина в том, что вам нужно. Причина в том, чего вы желаете. Причина, она именно в этом. То есть, вот, вам нужна романтика. Или вы говорите, я придумала себе романтику. Ну, что вам она нужна, она нужна. Вопрос заключается в том, почему, для чего она вам нужна. Чего вам, к примеру, да, к примеру, чего вам не хватает. Вот. Вот. В чем вы нуждаетесь. Вот. И, соответственно, такая история. Вот то, для чего вам нужна романтика, вот это и нужно раскрывать. Потому что тот факт, что вы себя накрутили, да, вот, говорит о том, что вы не удовлетворены. Очень. Очень сильно. Не удовлетворены. Вот и нужно исследовать, в чем именно вы не удовлетворены. И как реализовать ваши потребности. В том, чего вы хотите. Вот, в принципе, такая история. То есть, не избавляться нужно от залипчивости, да, а раскрывать ее необходимо. Необходимо, необходимо. Необходимо раскрыть то, что вы нуждаетесь. И самостоятельно взять на себя ответственность за то, что с вами, к примеру, сейчас происходит. Вот это мне видится, значит, с ключевым, ключевым аспектом, с ключевым моментом. А поскольку информации вы наставили достаточно мало, то, ну, ваш вопрос в некотором смысле общий, да, что и ответ для вас тоже будет такой вот, наверное, общий. Так вот, у вас возникли определенные ожидания от человека, и сейчас вы переживаете именно фрустрацию от невозможности реализовать эти самые ожидания. То есть, романтика, это просто форма. По ней все-то скрывается. Причем, скрывается настолько для вас важнее, что вы постоянно о нем думаете. Такая вот история. То есть, для вас способ, это обратить внимание на свои чувства, на свои эмоции, на свои переживания и исходя из этого уже корректировать свое поведение. Чего-то вам не хватает в себе. И знаете, здесь самое парадоксальное заключается в том, что... Молодой человек сделал, сам того не осознавая, очень правильную вещь. Он... Он... Отстранился от вас. Отдалился от вас. И сделал он это совершенно не случайно, потому что интуитивно почувствовал, по-видимому, интуитивно почувствовал, что вы не воспринимаете его как личность, индивидуальность. На мой, по крайней мере, показал. То есть, вот вы пишете, что... Оно что-то... Парня, который вначале, после того, потом сказал, давай просто дружить, если нет возможности, не видится, в силу обстоятельств, видимся каждый день. А... Ну... Ну... То есть, он... Испугался близости с вами. Вот. А вы уже себе успели нагрузить и напродумывать вероятную романтику. То есть, что это такое? Это... Потребность... Любви. Это потребность... В... Любви. А это значит, что вам, скорее-скорее всего, самой с собой, некомфортно. Скорее всего, я не берусь сейчас в расчет, не берусь сейчас утверждать это наверняка. Вот. Но... Тем не менее. Вот. Такая, в принципе, история. Такой, в принципе, момент. Отлично! Хорошая рекомендация, в том случае, если вы для себя чётко узнаете, чётко узнаете. Что именно вам нужно. Но, скорее всего, дело всё в отношении вас. То есть, дело всё в том, именно, как вы к себе относитесь, скорее всего, в этом деле. То есть, вот, к себе вы относитесь так, что вам нужна романтика. Без этого вычувствовать себя не полноценно. И вот, э... Такая вот история. И с этим нужно работать. На мой взгляд, конечно. Можно попробовать меня. Поотвлекаться, конечно. Можно попробовать. Но тут, чисто, знаете, наугас, то есть тут вот чисто наугас, чисто, чисто наугас, получится не получится, можно годами пробовать аппликации и никакого как бы особого результата не будет, к сожалению, да. Вот так, с точки зрения профессиональной психологии вам можно ответить, то есть у вас есть некие ваши индивидуальные потребности, ну, общая там потребность в любви, но ваша индивидуальная форма этой потребности, вот, которую вам не нужно отыскать, выделить её и правильно удовлетворить. И после этого вы сможете абсолютно спокойно взаимодействовать с этим мужчиной, который, увидев, что вы от него отдалились, вероятно, начнёт снова к вам проявлять, ну, проявлять внимание. Вот, 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 в принципе, так я вот думаю, вам можно помочь. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.